Амкара Амкар Амкара Амкара Болельщики тебя называют легендой Амкары Вот каково это ощущать себя легендой? Ну конечно это ласкает, это очень приятно Но все равно немножко как-то неудобно легенде Это большие футболисты, которые в европейском футболе играют А я в маленьком клубе, но для нас это самый большой клуб Но все равно приятно, даже немножко неудобно Это очень сильное слово и легенда не ощущает себя А то, что сделал для Амкара, да, наверное немало сделал Но клуб мне тоже дал много чего Особенно эмоции приятные Поэтому мы в ровном счете с Амкарой Ты сейчас являешься играющим тренером Что тебе это дает как игроку? Что тебе дает это как человеку? И изменился ли твой функционал? Единственное приятное то, что тренера объявили официально И это значит, что они доверяют моими мыслями Какими-то там видениями по поводу игры Но мы до этого советовались Когда тренер что-то интересовался Я ему свое мнение говорил Так же и сейчас, в принципе, кроме того, что все уже знают Потому что объявили Так ничего особенного не изменилось И я свою работу делаю на поле По окончании прошлого сезона Захарий Сираков завершил карьеру игрока Ты наверняка примерил на себя его состояние Что ты тогда чувствовал? Какие мысли тебя в тот момент посещали? Мне жаль было, что он заканчивает Потому что мы, кроме того, что одноклубники Мы очень хорошие друзья И остались такими же Но я, например, никогда не представлял этого клуба без Захарии И что он рядом здесь сидел И мне было очень грустно Но в то же время приятно Потому что проводили человека очень достойно В стадион собрался Трибуну посвятили А я считаю, что он этого добился Своим усилием на поле И своей сердцатой игрой Сам, на самом деле Не знаю, когда закончу Потому что вот в прошлом году у меня Были болячки всякие По ногам И думаю, если так продолжится Я точно закончу В этом году Ну вот сейчас провели сборы Полноценно я провел Там пропустил 5 дней примерно И себя хорошо чувствую Силы есть Болячки, которые в прошлом году были Их нету Поэтому Пока об этом не думаю Так сложится Я в принципе готов Закончить футбол Но чем дальше будет Тем лучше Кем ты себя видишь вне футбола? Над этом много думал Сначала хотел агентом быть Ну, чтобы связать жизнь с футболом в дальнейшем Мысли менялись Хотелось С тренером Агентом Опять же С тренером Ну, скорее всего Поступлю Учиться на тренера Лицензии получу А дальше посмотрим Что Бог даст В последних матчах Тебя меня Ну, в среднем Там На 60-й минуте Или выпускают На один тайм Это Ты не можешь Выдержать весь матч? Или Тренеры Видят, что кто-то может Просто усилить В каждой игре по-разному Вот По играм Вот эти последние Если пройдемся То С Динамо На нашем поле Хорошо себя чувствовал Силы были Потом Ну Пять минут Оставались Так что Тренеры решают Меняют Все нормально А Асанжи, например Там Поле мягкое было И У меня обычно Садятся ноги Раньше, чем Обычно Я сам попросил Замен Так же получилось И со Спартаком Потому что Даже в перерыве Общались с тренером Он спросил Как я Говорю 20-30 минут Ну На нашем поле Оно Твердое И Ноги у меня Лучше Себя чувствуют Мне легче На нашем поле Играть Синтетики Стадиона «Звезда» Ты можешь играть Еще не один год Я привык Оказывается К этому полю И мне нравится Здесь играть Вышел в основном составе Георгий Пеев И в матче 22-го тура С Кубанью Игра была важна Для обеих команд Для красно-черных Возможность оторваться От конкурента По второй части Турнирной таблицы А для кубанцев Очки сейчас На вес золотом Уже вся страна Знает об их Серьезных финансовых Проблемах Вдобавок К незавидному Турнирному положению Кажется, что В таком положении Команду можно взять Голыми руками Но в реальности Обычно все получается Прямо наоборот Словно раненый зверь Команда из последних сил Хватается за турнирные очки Так и случилось Хозяева начали Очень агрессивно И в итоге добились своего В самом конце Первого тайма Селезнев заработал пенальти Сам же его и реализовал Во второй половине Амкар выглядел лучше И не только смог сравнять счет Благодаря точному Замыканию Прудниковым На вес обутко Но еще и созданию Двух голевых моментов Хозяева Хоть и тоже временами Опасно атаковали Подобными моментами Ответить не смогли Тем не менее Оба наставника После матча признались Что ничья Справедливый итог Эмоционально реагируешь Если у тебя Что-то не получается На поле А в жизни Ты столь же импульсивен Да Это Наверное Скорее Это минус В моем характере Но Где-то Оно и помогает Потому что Без характера На поле Футболистам Нет места Иногда Страдал от этого Как в прошлом Веду После матча С Локомотива Умудриться Получить красную карту После матча Это Еще редко бывает Но Это же эмоции Не денешься Стараешь Где-то И в с приват Но Они в принципе Мешают На поле Если слишком Эмоционально Реагируешь Не только Из-за того Что можешь Получить Карточки А потому что На мою Игру Это мешает Когда нервничаю Получаются Больше и больше Ушибок Этому Стараюсь Не нервничать Были ситуации Которые Ты сейчас Иначе Разрешил Может быть Или в которых Твоя импульсивность Чрезмерная Эмоциональность Помешала Конечно Были Мне уже 37 лет Если бы И не были То Не знаю Что это За жизнь Была Ошибки Были И По отношению К семье Но Раньше Мне было Сложно Извиниться Если я Даже если Понимал Что я Потом Ошибся Ну С возраста Повзрослел Поумел И Теперь Такие ошибки Очень редко Случаются А если Случаются После того Как Обдумываю Мне несложно Это мужской Поступок Считаю Извиниться Кто Говорил Что В футболе Семейной Жизни Легко Жена Об этом Знала С самого Начала Она Всегда Поддерживает Поддерживала Поддерживает И Наверное То Что Мне удалось Здесь Заиграть И Неплохо Играть Это Благодаря Барьяне Потому что В тяжелые моменты Мы обсуждаем В чем Проблема И Она Много Очень сильно Мне помогает Успокоиться И Смотреть Будущее Давай поговорим Немножко О твоих Пестрасти Какие блюда Предпочитаешь Любое Что готовит Жена Но В принципе Пиццу Очень люблю Но Это точно Борщ Люблю Солянка Нравится Столько лет В Украине И в России Наверное Ваша еда Уже Как Родная Для меня А пермские Посекундчики Посекундчики Тоже люблю Ел Ну Нам Не очень Хорошо Спортсменам Есть Из муки Есть Потому что Наверное Спортинг Поле Какую музыку Слышаешь? Смотрят Настроение Ну Российской музыке Тоже Очень нравится А ты Что-то Хотел бы Изменить В своей жизни? Ну По отношению Семья Некоторые вещи Которые Допускал Вот Ошибки Я их Изменил По отношению К футболу Наверное Так же Случилось Потому что Вот В Киеве Когда играл Наверное То что Был Молодой Так же Эмоциональный Популярность Большая Вдруг Так Случилось И Чемпионский Титул И Все это Деньги Появились Большие И Может быть Все это Скружило Немножко В голову И Карьера В принципе Смогла И лучше Развиться Но Я опять же Повторяюсь Я вообще Ничуточку Не жалею То что Попал сюда Потому что Всегда Чувствовал себя Родным Здесь Отношения Болельщиков Лучше Не придумаешь Плюс Друзей С Болгарами Тут Столько Лет И Русских Друзей У меня Появились Поэтому Ничуточку Не жалею Тем более Я в одном Клубе Находился Так долго И Что-нибудь Хотя бы В этом Клубе Я Достиг Лучше Так Чем Разбрасываться По клубам Туда Сюда По чуть-чуть В одном По чуть-чуть В другом И В итоге Нигде Тебя Не запомни Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин